Субтитры делал DimaTorzok Организация Объединенных Наций, серия антиизраильских резолюций, принятых на последнем заседании Совета ООН по правам человека, обойдется Всемирной Организацией в 2 миллиона долларов. В соответствующие распоряжения отдал премьер-министр еврейского государства Бениамин Итаньягу. По словам пресс-секретаря главы правительства Афера Гендельмана, эти деньги будут использованы для помощи дружественным развивающимся странам. Также средства пойдут на оказание помощи государствам, которые поддерживают Израиль в международных организациях. Это уже второе за текущий год сокращение взноса еврейского государства в бюджет ООН. А первым в размере 6 миллионов долларов было объявлено 6 января. При этом отказ Иерусалима хоть и оставляет за страной задолженность, но не лишает ее голоса в Генеральной Ассамблее. Во всяком случае, немедленно. Ранее стало известно о планах США также урезать финансирование ООН на несколько миллиардов долларов. Соединенные Штаты вперед пребывания у власти президента Дональда Трампа намерены решительно отстаивать интересы Израиля и быть его верным другом. Об этом заявил вице-президент США Майкл Пенс, выступая сегодня в Белом доме на торжественной церемонии приведения к присяге нового американского посла в Израиле Дэвида Фридмана. Как заявил заместитель главы американской администрации, Трамп всю свою жизнь является другом Израиля и еврейского народа. И мировое сообщество на практике убедится в том, что при Трампе Америка стоит вместе с Израилем, отметил Пенс. Под руководством президента Трампа США всегда будут верным другом еврейского государства Израиль. Ваше назначение следует рассматривать как один из самых ясных признаков решимости нынешнего правительства США оказывать поддержку Израилю и его народу. Вы бывали в еврейском государстве более 75 раз, а ваш отец был раввином в Нью-Йорке. Вы всегда рассматривали как приоритет поддержку мира, безопасности и процветания Израиля. Видные сенаторы от Республиканской демократической партии заявили, что будут вместе расследовать обвинения во вмешательстве России в прошлогодние президентские выборы в США. Сегодня в Сенатском комитете по разведке пройдут первые публичные слушания о ходе расследования. Глава комитета Ричард Берт заявил, что комиссия постарается избегать излишней политизации. В процессе установления была ли прямая связь между Кремлем и президентом США Дональдом Трампом. Расследование будет призвано ответить на следующие вопросы. Была ли российская киберактивность или другие действия направлены против США и их союзников? Включали ли эти действия контакты между Россией и лицами, связанными с политическими компаниями или другими гражданами США? Как на эти действия отреагировало правительство США и что требуется для защиты Соединенных Штатов и их союзников в будущем? А также какие именно утечки секретной информации могли произойти? Комиссия уже связалась с 20 людьми, которые дадут свидетельские показания. Единственный человек, который публично был идентифицирован на сегодняшний день – Джаред Кушнер. И комитет проведет беседу с господином Кушнером, когда определится с датой. Мы точно знаем, что хотим спросить у господина Кушнера. Владимир Путин готов встретиться с Дональдом Трампом на полях Арктического саммита в Финляндии. По словам президента России, это очень подходящая страна для организации подобных мероприятий. Сам он находится на международном форуме «Арктика. Территория диалога» в Архангельске. Форум является одной из ключевых площадок для обсуждения проблем и перспектив арктического региона. Он призван объединить усилия международного сообщества для эффективного развития Арктики. Участники форума, который проводится с 2010 года, обсуждают повышение уровня жизни на арктических территориях, развитие транспортной системы и вопросы экологии. Уникальные природы Коротко о других важных мировых темах НАТО в Молдове. Североатлантический альянс в ближайшее время откроет офис связи в Кишиневе. Об этом сообщил Йенс Толденберг на совместной пресс-конференции в Брюсселе с премьер-министром Молдовы Павлом Филиппом. Генсек альянса при этом уточнил, что это будет небольшой дипмиссией, состоящей исключительно из гражданского штата. Примечательно, что такие офисы НАТО уже открыты во многих странах мира и даже в России. Ранее молдавский президент Игорь Дадон заявил, что правительство страны должно свернуть планы по открытию дипмиссии Североатлантического альянса в Кишиневе. Политик подчеркнул, что Молдавия является нейтральным государством в военном отношении. Мы не навязываем свои программы. Наше сотрудничество ведется на добровольной основе. Мы полностью уважаем и соблюдаем нейтралитет Молдовы. Возможно, укрепляет наше партнерство с Молдовой, полностью соблюдая ее нейтралитет. Он упоминается в тех документах, на основе которых ведется наше сотрудничество. Молдова – нейтральное государство. В этом нет никаких сомнений. Остановка в Турции по пути в Брюссель. Госсекретарь США посетил Анкару перед министериалом НАТО. Рекс Тилерсон сверил часы с высшим руководством страны. Главной темой переговоров союзников по антиигиловской коалиции стала операция в Сирийской Ираке. Анкара хочет начать совместную борьбу с США за возвращение оплота джихадистов в Арабской Республике. При этом Турция добивается, чтобы курдские боевики в Сирии, поддерживаемые Вашингтоном, были исключены из операции против террористов. Не обошел Раджатей Пардуган вниманием и другой спорный вопрос в американо-турецких отношениях. Выдачу оппозиционного исламского проповедника Фетхулла Хагюлена, которого Анкара обвиняет в организации неудавшегося госпереворота летом 2016 года. Главный американский дипломат отметил, что не располагает какими-либо новыми сведениями на этот счет. 17 человек погибли, 60 ранены. Таковы последствия теракта в иракской столице. Смертник привел в действие начиненный взрывчаткой автомобиль на полицейском контрольно-пропускном пункте на юге Багдада. Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за теракт. Но предполагается, что за ним стоит исламское государство. Атаки против силовиков могут быть ответом экстремистов на операцию иракской армии по освобождению Масула от джихадистов. Пока на этом все. Оставайтесь на RTVI. Я прощаюсь с вами до следующего выпуска. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова